Цех по утилизации автомобильных покрышек может появиться в Щелкове. Проект рассмотрели на инвестиционном часе в администрации района. Также с предложением о строительстве магазина пиротехники и удивительных вещей выступил еще один щелковский предприниматель. Сколько времени уйдет на разложение одной автомобильной покрышки? Более ста лет. Вопрос утилизации шин стоит крайне остро, поэтому проект щелковского предпринимателя по строительству в городе цеха по утилизации шин имеет высокую привлекательность, отмечают районные власти. Площадка по строительству уже подобрана. Она находится на территории промзоны в районе улицы Заречной. Линия может перерабатывать до 15 тонн в сутки. Линия работает практически круглосуточно. Ну и, естественно, там будет время на техническое обслуживание. Минимально 650 кг в час. Основной продукт, получаемый в ходе переработки шин, это резиновая крошка. Многофракция является весьма востребованной при благоустройстве. Например, используется при строительстве спортивных объектов, велодорожек и других элементов. По словам Вадима Фетисова, работа будет осуществляться на отечественном оборудовании, которое лучше импортного подходит для обработки шин российского производства. Для строительства цеха потребуется несколько месяцев. Общий объем инвестиций составляет 90 миллионов рублей. Планируется создать порядка 110 рабочих мест. Пока у нас нет таких предприятий, мы с удовольствием этот проект поддержим. Территория подобрана, охранная зона соответствует этому предприятию. Экологическая составляющая будет положительная. Уверен, что этот проект тоже самое идет воплощение на территорию района. А второй проект напрямую связан с организацией праздников и торжеств. Магазин пиротехники в форме танка Т-26 может появиться в деревне Байбаки городского поселения Щелково. С таким проектом выступил еще один щелковский предприниматель. Компания уже более 10 лет работает в Щелковском районе и за это время приняла участие не в одном праздничном мероприятии. Помимо этого, организация занимается перевозкой опасных грузов. Прежде предприниматели арендовали помещение, теперь же собираются построить отдельный магазин, работающий круглосуточно 24 на 7. Мы будем там, ну помимо удительных вещей, торговать очень качественной, хорошей пиротехникой, так как сами пиротехники имеют все соответствующие обучения международного класса и имеем лицензию на подобный род деятельности, на проведение. Всю необходимую помощь мы окажем, согласуем и увидим, что охранная зона позволяет разместить там такое предприятие и, соответственно, окажем помощь и поддержку, чтобы все документы были абсолютно в правом поле. Дариса Снегова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».